всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня в меню mac and cheese это блюдо которое чрезвычайно распространено в америке там в канаде а началось оно его истоки лежат скорее всего в италии по крайней мере одно из самых ранних упоминаний встречается в итальянской книге 14 века либре де кассино вариаций бесисленное множество но в основе это просто макароны с сырным соусом как правило запеченные я собираюсь показать вариант который мне нравится больше всего с одним очень важным дополнением и так понадобятся макароны петрушка пряности сыр лучше чеддер лук бекон для соуса масло мука молоко да и цветная капуста еще понадобится что касается сыра чеддер встречается в америке по крайней мере в этом соусе чаще всего но на самом деле выбор сыра это целиком полностью вопрос ваших вкусовых пристрастий приступим бекон надо нарубить кусочками и отправить его обжариваться луковицу пополам молоко кастрюльку стебли петрушки лавровый лист связать тоже в кастрюлю их свежего шалфея не нашел поэтому воспользуюсь сухим а чтобы молоко не процеживать сечка для чая и тоже в молоко нам довести до кипения убавить огонь и прогревать минут 10-15 но не кипятить вот эта ароматизация и есть то самое важное дополнение без нее соус значительно потеряет во вкусе что касается цветной капусты и и много не надо разберу сразу на соцветия и в кипяток говорить минут три ну может пять не больше сразу посолю все процесс идет можно греть воду для макарон готовить конечно можно без цветной капусты либо каких-то других своих овощей добавить напомню основа всего блюда макароны и сырный соус все можно обрасывать на дуршлаг и не забываем про бекон ну что начну готовить основу для бешамеля сухой посудине слегка обжарю муку до легкого орехов аромата чем сильнее жарим тем сильнее аромат но мне нужен данном случае на легкий еще минутку две надо обжаривать муку в масле отлично молоко уже ароматизировалась так что все лишнее удалить и по частям вмешивать сразу не плюхать и все молоко к муке это комочек в соусе будут отличная консистенция теперь соль перец мускатный орех и чуть-чуть паприки и перемешать и натираю сыр побольше и чедрю сюда же тоже побольше половину сыра отправляю в бешамель вот так и перемешать вода закипела посолить и макароны как он уже обжарился можно включать нагрев смотрите какой соус кремообразный вкусный класс если слишком густой можно добавить той воды в которой у вас варятся макароны сразу беру ее на будущее отлично и духовку уже греем нам сейчас запекать надо будет макароны сварились отбрасываю на дуршлаг и теперь сюда цветную капусту бекон вытопишься жир будет лишним перемешать и и сырный соус черт я в этой кастрюле ничего не перемешаю на переложить в кастрюльку побольше вот это наверное нормально будет и опять перемешать смотрите уже можно есть но не спешите макароны мгновенно впитывают соус и он от этого чрезмерно загустевает так что добавляю этого самого макаронного бульона и перемешиваю или как раз еще и петрушки порубить и макароны и форму для запекания сверху предварительно отложенный сыр все в духовку румянить под верхний гриль минут за 5-7 приготовиться собственно все основные этапы готовки и вот результат корочка румяная а под ней смотри что под ней вот такой вот кремообразный чудо вот такое на заключительных этапах готовки когда духовка все работает в кухне жутко поднимается температура мало того что все эти осветительные приборы воздух греют так еще и духовочка самая тяжелая пара к тому же и попробовать хочется уже так и давайте я попробую этот соус так сначала макарошки с беконом макарошки с беконом с очень классным вкусным сырным соусом а теперь еще и цветной капусты с макарошками конечно на мой взгляд цветная капуста здесь в тему она придает дополнительной сочности этому блюду и легкости что ли потому что все таки макароны тяжеловаты на тяжелатая еда тем более с таким насыщенным сырным соусом а вот цветная капуста которая бланширована в кипячей подсоленной воде здесь очень хорошо просто чудо как хороша короче я думаю вам это блюдо знакомо сверху донизу может быть какие-нибудь маленькие детальки вы новые для себя сегодня открыли хотя в этом сомневаюсь готовьте но не слишком часто она слишком калорийная спасибо за компанию да и напоминаю промокод фреска очень приятные скидки samura.org и samura.ru спасибо за компанию всем пока а